Ты все продукты купил? Да. Кстати, а в очередях много времени провел? Да, уж ближе к выходным народ подтягивается за продуктами и в основном мужчины. Да, мои наблюдения также подтверждают этот факт. Кухня жизни! Кухня жизни! Кухня жизни! Кухня жизни! Мы рады приветствовать вас на Кухне жизни. Раз вы смотрите нас, значит ждете новый рецепт, чтобы приготовить его вместе с нами. Или приготовить по случаю, чтобы удивить, например, свою семью. Интересно, а кто за продуктами ходит в вашей семье? Представляете, по статистике покупать продукты в семье – обязанность мужа, а не жены, как многие думают. Я уже придумал, что спрошу первым делом у нашей сегодняшней гости. Кухня жизни! Янина Гончарова – бывшая модель и участница национальных конкурсов красоты, а ныне руководитель Белорусской палаты моды, режиссер и основатель «Беларусьфэшнвик». Модный эксперт и частый гость различных фэшн-мероприятий. Кухня жизни! Сегодня у нас в гостях невероятная Янина Гончарова. Девушка, без которой не проходит ни одна неделя модной в Беларуси. Именно она нам дарит «Беларусьфэшнвик». Здравствуй, Янина! Здравствуй! Здравствуй! Мало кто знает, какая ты в быту, поэтому мы сегодня у тебя будем это выяснять, но параллельно будем готовиться. Отлично! Приготовить мы будем сегодня то, что ты предпочитаешь, Янина, вегетарианца, веган. Я была веганом, конечно, наверное, максимальным веганом во время своего студенчества, молодых, как бы, скажем так, лет. Но со временем присмотрела, как бы, вот это строгое отношение к вегетарианству, веганству. И сейчас, как бы, употребляю молочные продукты. А сейчас, так как я все-таки мама, и у меня появились дети, и нужно относиться рационально к питанию, и употребляю рыбу. Скажи честно, Янина, кто у вас входит в магазин, ты или Ваня? Мой муж, Иван. Так и знали, о чем мы говорили сегодня. Мы про это и говорили, что такая статистика сегодня, что мужчины больше ходят в магазин, чем девочки. И у нас тоже ходят в магазин именно мужчины. Я езжу специально в торговую сеть «Виталю», чтобы купить эти качественные продукты, с которыми мы тут сотворяем чудеса. И сегодня мы будем готовить, зная все-таки, что ты вегетарианец, да? Поэтому мы будем готовить хумус и сделаем с тобой салат с грибфрутом. Основное в хумусе – это, конечно же, нут, главное ингредиент, который мы замочили на 8 часов. Желательно его замочить на всю ночь, отправить в холодильник и варить 1,5-2 часа. Он уже у нас заканчивает приготовление. Ну, приступаем, наверное, к салату. Приступаем к салату. Я предлагаю ей, Нина, вот сюда мы будем с тобой миксовать. Ты видишь, что это шпинат у нас, микс-салат, лук, если захочешь положить, помидоры черри, масло, уксус винный. Так, и авокадо. Шпинат, кстати, один из самых, скажем, таких любимых для меня видов зелени, потому что в нем очень много белка. Да, и это очень важно для тех людей, которые являются вегетарианцами. Это растительный белок, да, это действительно так. Саш, я тебя прошу порезать мне как-нибудь красиво грейпфрут. Почистить, порезать. Почистить, хорошо, давай, с удовольствием. Ну вот скажи, пожалуйста, ты все-таки хочу углубиться. Веган или вегетарианец? И что тебя подтолкнуло к этому? С детства я была, скажем, таким ребенком, у которого было очень много аллергии. Начиная от того, что я не употребляла яиц никогда, цитрусовых, каких-то печеньев, конфет. Ну, то бишь, мне это все было запрещено моими родителями. А с мясом, с тяжелой, скажем, такой животной белковой пищей обстоят другие, как бы, опять-таки, физиологические особенности организма связаны с пищеварительной системой. То бишь, ты можешь это есть, но употреблять, как бы, постоянно пищеварительные ферменты. Как бы, в детали удаваться не буду, но есть физиологические показания. Так получилось, что, в принципе, мясо исключилось. Когда ты живешь просто в обыкновенной белорусской семье, вспоминать свое детство, в школу, то ты не делаешь акцент, как бы, на том, вегетарианец, ты веган, ты просто не ешь вот эти продукты. А когда уже стала ездить... Не заявляя об этом. Да, не заявляя об этом. И, в принципе, когда стала ездить за границу, уже увидела разнообразие кафе, заведений и разделение этой пищи, да, вегетарианская, веганская. Вот тогда, как бы, в принципе, началось горе от ума, потому что я начала многие годы экспериментировать с веганством. И, конечно же, какие-то моменты, я могу сказать, такие негативные. Если ты веган, то нужно, ну, очень много тогда времени уделять своему питанию. Вот именно рациона, чтобы всех микроэлементов хватало. Потому что многих веганов, конечно, через длительное время, действительно, вот этого вот веганства, начинаются проблемы со здоровьем. Более того, я хочу добавить, что, конечно же, я стала употреблять рыбу. Это вот что... Это очень хорошо. И молочные продукты, когда я поняла, что стану мамой. Ты собираешься, чтобы твой ребенок придерживался вегетарианства, веганства, и ты будешь не давать ему мяса? Знаете, я даже могу с гордостью сказать, что моему ребенку от рождения готовят все, вот, когда уже начался прикорм, ну, с полугода, все мясные блюда, кролик, индейка. И мы обошлись, вот, период взращивания, сыну сейчас 3 года, мы обошлись без баночек вот этих вот, все, что использует. Мой муж все готовил. Это были готовы уже такие котлетки из фарша, которые просто в морозильнике можно брать, положить в пароварочку с овощами, и получались вот такие вот детское питание. Сейчас вот ты ласкаешь мне, как врачу-диетологу, слух, да, тем, что ты действительно своему ребенку давал этот животное белок, который очень необходим детям, и я, конечно же, мне жаль детей, у которых нет выбора, когда родители начинают, если они сами... Это навязывание, я считаю. Да, это навязывание, поэтому, на мой взгляд, так поступать нельзя. Я вижу, что это очень модно, люди быстро вскакивают в это веганство, вегетарианство, но, знаешь, по мне, как бы неестественно, когда человек покупает себе котлетку из сои, так ты просто не покупай себе на тарелочку котлетку. Ну, просто слово котлета, на априори, как бы мясная. Согласен, это мне тоже где-то коробит, скажем так. У меня клиенты говорят, я ем полезную еду, я ем вегетарианские сосиски и вегетарианскую колбасу. Я посмотрела состав и ужаснулась. Там такое количество жира, неимоверное. Жир наше все, вот оливковое масло я употребляю в неимоверных количествах. Вот посмотри на себя, да, ты такая стойная. Оливковое масло, это же сплошной жир в одной столовой ложке 120 килокалорий. Как ты считаешь, куда все ходит? Вы знаете, что в свет, в светлую энергию. Мне часто, даже буквально недавно я была, скажем, на таком светском мероприятии, и ко мне подкатывает молодой человек и говорит... С бокалом оливковым маслом. Ну, нет, Аляна с бокалом вина и говорит, сколько же тебе лет? Я такая, 36. Он говорит, да ты что? Я говорю, ты 36. И вот постоянно люди как бы не верят, ну, что у меня, скажем, все-таки мне 36 лет, практически уже 40 туда-сюда. И это я веду к тому, что все-таки здоровый образ жизни, когда он не пятилетний, там, а лучше-то больше, потому что, по сути, моя основная жизнь, то тогда и фигура сохраняется хорошая. Слушай, ну, по маслу мы прям с тобой можем образовать какое-то, знаешь, такое сообщество любителей масла, потому что я тоже люблю масло и авокадо, и у меня много различных видов. Рекомендую попробовать тебе масло Усьма. Слышала ты что-то? Нет, не слышала. Не слышала. А такое ощущение, что его принимаешь? Нет, я употребляю только оливковое масло и масло льняное. В принципе, это для определенных блюд нужно льняное масло. Но потом еще баловалась маслом семечек, там, орехов макадамии, там, из авокадо. Это когда выездишь в Азию, привозишь различные такие масла. Но, в принципе, вот в нашу кухню они мне не ложатся, поэтому там так. Попробуй масло Усьма, дает невероятный рост бровям и ресницам. Свет, забирай, пожалуйста, грейпфут. Да, выложи, пожалуйста, мне грейпфут. Уже все готово. Ой, как красиво ты сделал. И так вкусно пахнет лук. Я представляю, что для того, чтобы организовать вот эту твою фэшн-неделю... Нашу неделю. Да, нашу фэшн-неделю. Это шесть месяцев безумной работы. Скажи, пожалуйста, как ты с этим вообще справляешься? С чего это начиналось? С какими трудностями ты сталкивалась? Начиналось все, скажем, такие какие-то романтичные амбиции и желания молодой девушки, руководителя модельного агентства, которая хотела сделать мероприятие такое, как я видела в Милане. Милан, фэшн-вик, Париж, Париж, фэшн-вик. И мне хотелось бы, чтобы такое мероприятие было в нашей стране. Девушки-модели из моего агентства, других агентств могли бы, скажем, отрабатывать здесь шаг, портфолио, быть моделями и у нас в стране. В принципе, скажем так, вот это было желание, которое меня подвигло. В 2009 году посетить, наверное, практически все фэшн-вик в разных странах. Это было Киптаун, Нью-Йорк, Копенгаген, Стокгольм, Берлин. Я год, скажем, готовилась. Я снимала, привозила сюда материал, показывала людям, которые со мной начинали к первому сезону готовиться, даже подрядным организациям, ребятам, инженерам, как это должно выглядеть. Потому что, в принципе, на фэшн-вик был мало кто. И дальше уже втянуло, стал делать, 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 и вот так пролетело 10 лет. В этом сезоне... Казалось бы, это было вчера, я помню. 20 раз мы сделали Беларусь в фэшн-вик, как кто-то недавно сказал. Я на фэшн-вик всегда помню, неизменных. Янина Гончарова, Сашу и Киренюка. И вот этих вот этих вот людей, ну, это гости. В принципе, у недели моды появились свои люди, свои гости, свои как бы лица. Своя атмосфера, свои правила, свои герои. Кухня жизни! В хумусе еще важный момент – это приготовление соуса. Собственно, с него все и начинается. Друзья, я забросил все ингредиенты, нужно взбить. Ты же так делаешь, правильно, тоже? Да. Ты как девушка-руководитель, понятно, да еще и молодая мама, ночами не спишь. Наверное, когда готовишь все эти проекты, то забываешь вообще поесть, пропускаешь это все. Судею на глазах за неделю, у всех-то хотят похудеть, а их сдают похудение. Вот, и это же все, вот мне кажется, сразу влияет на волосы, на красоту кожи, правда? А вот предлагаю тогда как раз-таки и пробежаться по тем продуктам, которые помогут нам выглядеть на все сто. Выглядеть хорошо хочет каждый. Сегодня я расскажу, какие продукты помогают сохранить здоровый вид и красоту нашей кожи. Лимоны помогают нашему организму избавляться от токсичных веществ. Чем их меньше в организме, тем более здоровым будет ваш цвет лица. Одна чашка киви содержит больше витамина С, чем такое же количество апельсинов. Витамин С не только способствует улучшению цвета лица, но и отлично борется с морщинами. Имбирь – это не только вкусная специя, но и отличное противовоспалительное средство. Салат со свежим имбирем, имбирный порошок, добавленный в качестве специев блюда, или имбирный чай помогают организму справиться со спалением и покраснениями кожи. Гречневая каша, возможно, не самое большое лакомство, но она обладает мощными антивозрастными качествами и способствует поддержанию здоровья и молодости кожи. Гречка богата рутином, который помогает коллагену кожи сохранять эластичность и бороться с морщинами. Представительницам прекрасного пола нужно обязательно употреблять сложные углеводы. Недостаточное их количество в рационе и отказ от них могут стать причиной заболевания кишечника. Молодость продлевают продукты, нормализующие кишечную микрофлору, от которой зависит иммунитет и здоровье мозга. Советую употреблять ферментированные продукты. Это кефир и квашеная капуста. В рацион женщин, которые хотят долго оставаться молодыми, нужно включить жир, но полезный. Он содержится в авокадо, оливковом масле, рыбе, орехах. Добавьте в свой рацион морепродукты и водоросли. Они помогают коже удерживать влагу. Не зря увлажняющие кремы часто содержат водоросли к продуктам-союзникам против старения нашей кожи. Я отношу овощи, злаковое, нежирное мясо, рыбу и фрукты, особенно грейпфрут и яблоки. Среди овощей выберите лук, чеснок, зелень и бобовый. Привычка есть зерновой хлеб и регулярно пить воду добавляет коже здоровья. Воспользуйтесь моими советами, и вы увидите результат. Кухня жизни! Кухня жизни! Сегодня с нами экспериментирует Енина Гончарова, и я тут по секрету узнала, что, оказывается, ты не очень-то любишь готовить. Я люблю готовить, когда в этом есть необходимость. Особенно вот такие вот, скажем, передачи, прекрасные люди, рассказать о каких-то интересных рецептах. Но в моей семье готовит муж. Какая прекрасная традиция. Скорее всего, это даже 100% готовит он. Я могу, вот как в данном случае, мужчина готовит основное блюдо, а я ассистирую обычно с салатами. Открываю из пачек салат, добавляю левкое масло, перец, помидоры и все остальное. Вот, 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 отлично. Смотри, вот здесь у нас винный уксус, кунжутное масло, соль, перец перед тобой. Сварился наш нут. Посмотрите, как он выглядит, кстати. Ой, какой толстенький, какой хорошенький. Раз в пять он у нас увеличился. Что я делаю дальше? Я сливаю жидкость, мы ее сохраняем, а весь наш нут отправляю в блендер. А в блендере у нас соус, который мы приготовили. В соусе у нас было тахини, сок лимона, немного копченой соли. Может, и обычную соль, но это такой мой заворот, так скажем. И добавили уже нут. И включаем, чтобы взбивалось. Понимаете, для чего нужно добавить водички? Потому что плотность становится. Да, потому что не взбивается, да. Не проходит. Но я хочу сказать, что хумус – это очень полезная еда для желудочно-кишечного тракта. Хумус выводит плохой колестерин. Он снижает уровень сахара в крови. Кухня в жизни! Что ж, друзья, я хочу достать уже хумус. Он уже готов. Он очень ароматный получился. Я уверен, что вы сейчас оцените. В ноябре прошлого года был подписан указ. Я, Нина, ты о нем знаешь. Да. О модельной деятельности направлен на популяризацию белорусской моды. Какие начались подвижки? Это был только указ, и сейчас принимается конкретный закон. Он будет направлен на то, чтобы не приезжали в страну свободные скауты. Мы знаем, да, таких интересных, привлекательных мужчин, которые приезжают из других стран. Представляются, у них нет ни документа, ни чего. Они говорят, либо девушка, я скаут. Представляю какое-то модельное агентство N. Ну, понятное дело, что делает 15-летняя девочка? Тут же мечтает кориспользуем, и начинается, как бы, там, обмен контактов. Все остальное. Хорошо, когда все хорошо, но когда на уровне страны возникают какие-то проблемные моменты, то почему-то приходят проверять именно официальные структуры, такие, как и Национальная школа красоты, как бы. Поэтому они, как бы, весь, скажем, такой вот этот указ будет написан, чтобы с проектом была ознакомлена, именно в сторону защищения, скажем, и имиджа авторитета официальных таких, скажем, структур. Скажи, пожалуйста, вот какие ты советы можешь дать вот девочкам, которые увидели, захотели, размечтались стать моделью, и вот это вот 90-60-90, они садятся на эти страшные голодовки, морят себя голодом, доводят себя до анорексии практически. Вот что ты можешь сказать вот в их защиту, называется, точнее, в защиту моделинга, и чтобы вот они этого не делали? Я, как человек, работал моделью, скажем, очень активно, но недолго, около двух лет. Я участвовала в конкурсах красоты «Мисс Беларусь», потом меня занесло все-таки Мина в моделинг. Я поняла, что поработавши моделью я не хочу быть моделью, я хочу иметь свое модельное агентство по тем правильным аспектам, которые я, в принципе, словила за границей. Но я могу сказать, что когда ты в твоей фантазийной молодой голове появляется желание стать моделью, нужно понимать, что конкуренция сегодня, это мы не говорим про время 90-х, когда-то в модели 90-х, и под их параметры не подходил практически никто, да, метр 80, блондинки, куда италия, красивая грудь, как бы, это была харизма, это были породистые модели. Сейчас в фэшн-бизнесе работают разного типажа модели, и, соответственно, конкуренции, ну, она огромная. И когда я приезжала на кастинги в Милан, либо в Москву, вот я могу по себе сказать, вот ты такой стоишь дизайнеру на показ, там, Кусто Барселоны, к примеру, нужно там 15 девочек, Москва просто, ну, на этот показ, а там стоит 300 красавиц со всей России. И ты примерно понимаешь, что, ну, работу тебе не получить, потому что 300 этих красавиц из Якутии, Новосибирска, Сургуте, откуда угодно, у них такие лица ангельские, да, красивые. Это вечная проблема у каждой из нас. Шкаф просто завален одеждой, да, в нем открываешь, а все выпадает. А носить нечего. Вот какой совет ты дашь? Купать одежду более уникальную, подороже, как произведение искусства. Вам же картина на стене никогда не мешает? Она у вас висит, и годами, какой бы интерьер в ремонт доме не делали, как бы, она у вас висит. Вне времени, да? То есть то, что вне времени. В принципе, как бы вещи хороших брендов, любой женщине просто иметь больше вещей базового гардероба. Черные брюки, белую рубашку, наверное, синий или какой-то там интерес в клетку, пиджак свободного кроя, байку, а под черные же эти брюки все пойдет, и молочный джемпер, водолазка, что-то такое. Одним словом о моде мы можем говорить вечно, друзья. Друзья, давайте введем в моду такой элемент, как силен. Не знаю, слышали вы что-то или нет, именно о нем мы сейчас с вами и поговорим. Силен называют микроэлементом долголетия. Он необходим для правильного функционирования иммунной системы и играет важную роль в поддержании обмена веществ и является антиоксидантом. Силен играет большую роль в поддержании щитойной железы и у некоторых показателей гормонов улучшается всего лишь при приеме этого микроэлемента. Поэтому сдавайте регулярно анализы для того, чтобы узнать уровень ваших гормонов. Силеном намного лучше становятся волосы и ногти. Волосы приобретают блеск, силен стимулирует производство белков эластины и коллагена, улучшая эластичность и прочность кожи, делая ее при этом моложе. Кстати, именно за счет этого улучшается заживление ран и ожогов. Силен активно борется с псориазом, дерматитом и сибореей. Но в нашем регионе силена практически не содержится в почве, поэтому мы его можем получить в нужном количестве с растительной и животной пищей. Соответственно, у нас наблюдается огромный дефицит этого важного микроэлемента. Рекомендуем сдавать анализы крови и обязательно проверять уровень силена в вашем организме. Ведь нехватка силена приводит к одному из самых страшных заболеваний нашего времени – онкологии. Потребление в пищу рыбы, орехов, цельнозерновых продуктов, а также мясных субпродуктов – это хороший способ пополнить свои запасы силена. Кроме того, вы можете принимать силен в качестве биологически активной добавки, чтобы удостовериться в том, что этот важный для здоровья микроэлемент поступает в ваш организм каждый день. И небольшой лайфхак. Силен в большом количестве содержится в бразильском орехе. Всего 2-3 ореха в день покрывает дневную дозу силена. Кухня в жизни! Посмотрите, какое весеннее настроение царит на нашей кухне. Посмотрите, как все благоухает. Ой, получилось модно. Надеюсь, что получилось и вкусно. А мы благодарим за продуманный до мелочей комфорт. И, конечно же, новинки встроенные техники – сеть салонов мебели кухонь «Шеф кухни». Давайте же пробовать, друзья. Диетолог скажет, что магазинный хумус – это очень-очень жирный продукт. Не пытайтесь снизить вес, если вы едите хумус недомашнего, вот как мы сейчас приготовили приготовление. Так, с хумусом понятно. Давайте попробуйте салат, пожалуйста. Мне вот интересно ваше мнение. Знаешь, Свет, я всегда убежден в одной вещи. Невозможно испортить овощи. Да, я согласна. Да. Возможно, с соусами лишними. Возможно. Неправильной композицией уксусных, скажем, уксусного соуса, с ним можно в виду бозамического уксуса, когда вдруг будет кисло. Да, кстати, вот это можно очень испортить. И с этим заигрывается во многих наших заведениях в городе Минска. Не играйтесь. Готовьте по нашим рецептам, и тогда у вас будет всегда вкусно, а самое главное – полезно. Кухня в жизни! Чтобы приготовить хумус, предварительно замочите нут в холодной воде и оставьте минимум на 8 часов. Перед варкой хорошо промойте нут, залейте его чистой водой и томите на слабом огне полтора-два часа, пока зерна не станут мягкими. За 10 минут до окончания варки добавьте немного соли. Перелейте жидкость, в которой варился нут, в другую емкость. В блендер выложите тахини, добавьте сок целого лимона, оливковое масло, соль и зиру, и слегка взбейте. Затем по частям добавляйте нут и взбивайте блендером до однородной консистенции. В процессе добавьте немного жидкости, в которой варился нут, подсолите по вкусу. Для салата нарезаем лук, помидоры черри, добавляем шпинат и крест-салат, авокадо и грейпфрут. Авокадо сбрызгиваем соком половины лайма. Для заправки кунжутное масло и винный уксус взбиваем в небольшой миске. Добавляем щепотку соли и черный перец по вкусу. Авокадо, крест-салат, а также помидоры, шпинат и грейпфрут поливаем заправкой, смешиваем и оставляем настояться около 20 минут. Кухня в жизни! Янина согласилась остаться на десерт. Мы воспользуемся этим и зададим пару интересных личных вопросов. Ты ничего не рассказываешь в социальных сетях и вообще в медийном пространстве о своей личной жизни. Это какая-то принципиальная позиция, либо есть что скрыть? Ну, я в целом себя позиционирую человек, перед которым, скажем, который двигает большой проект, большой бренд «Беларусь Fashion Week». И, скажем, я себя ставлю на второй план. Поэтому, в принципе, учитывая, что я не веду личных социальных сетей, не рассказываю про себя, какая я в жизни, ля-ля-ля, о поляках, скажем так, то я не рассказываю о своем муже, о детях лишнего. Да и, в принципе, скажем так, это то, что не нужно знать людям. Чему тебя научил твой личный горький опыт? Когда мне кто-то делает, а это бывает достаточно часто, гадости в работе, скажем, забирают проекты, там, не пылаются за работу, это всегда возвращается бумерангом тому человеку. И, в принципе, справедливость, она торжествует, пусть через пять лет, через шесть. Как бы это тот опыт, который можно, я могу смело сказать, что из всех плохих моментов всегда через какое-то время вытекает позитивное. Пользуешься ли ты чужими советами? Я их принимаю к сведению, но принимаю решения всегда сама, поэтому не пользуюсь, но беру во внимание. Пластические операции – это дань моды, либо желание приблизиться к какому-то идеалу? Во-первых, это бывает острая необходимость, когда у людей действительно есть физические, скажем, недостатки внешние, которые нужно подвести, скажем, до стандарта, это сломанный нос, либо еще какие-то моменты травмы. А сегодня это тот тренд на молодость. Все женщины и мужчины хотят быть молодыми. Скажем так, это, скажем, я не против, и мне очень нравятся мои 50-летние подруги, которые выглядят как у них лица, как у ангелов. Благодаря различным косметическим услугам, это могут быть уколы, это могут быть операции, разные виды. Что в твоем гардеробе ты бы обновила? Сейчас я хочу выбросить все из своего гардероба. Наверное, это связано с тем, что я устала от такого количества одежды, это огромная комната. И я понимаю, что как бы все, что я люблю, это примерно ходить в одном и том же свитере в катушку. База. Как многие люди известные, да, и влиятельные в своей сфере. Как бы сейчас я это могу позволить, потому что сегодня, в принципе, скажем так, самодостаточному человеку в моем возрасте уже бежать за модой, за трендами, тем более мы их делаем сами, не стоит, а это количество, ну, как бы эта одежда все занимает целую комнату. Хорошо, скажи, что с ней делать? Куда ее нести? Кстати, мы прорабатывали этот момент, потому что это вся дорогая дизайнерская одежда, и думали, как бы ее, может быть, продать, кому-то подарить. Но я сделала такой акцент, что сегодня из-за большого количества модной, классной одежды, которую производит много различных брендов, никто не хочет носить чужую одежду, бэушную, старую и более того, такую яркую. Если мы говорим про людей, которые покупают одежду в секонд-хенде, они покупают базовые вещи. Мой гардероб, он не базовый, он яркий. Какие жизненные уроки ты бы хотела знать 10 лет назад? Если вы занимаетесь бизнесом, то это должен быть бизнес. Самого фундаментального, скажем, базовых отношений, бизнес-плана. Когда я запускала 10 лет назад мой проект, скажем так, он был идейный, мне хотелось делать, и я, мягко сказать, выносила все деньги из семьи. Я, скажем, оставила учебу в Лондоне в какой-то определенный момент, потому что не хватало просто денег. Продала машину, пересела на метро, но проект двигался. Сейчас, скажем, с появлением сына я трезвела от этого юношеского романтизма, и поэтому, скажем так, я бы хотела, чтобы вот те знания, скажем, даже тот рациональный опыт, который присутствует, наверное, у детей, у которых родители бизнесмены, либо, может быть, такие более рациональные мужья, они бы раньше. То есть я много очень лет работала за идею, и это очень сложно сейчас осознавать. Я, Нина, провела этот субботний день вместе с нами. Спасибо большое, мы были очень рады тебя видеть. Спасибо, что пригласили. За всеми новыми советами, рецептами и выпусками вы можете следить за нами в соцсетях, а также на Беларусь-1. Мы благодарим нашего партнера «Зеленую аптеку» за полезные подарки нашим гостям. Спасибо. Ну, а еще этот букет тебе. Мы благодарим студию фудфлористики «Манго Букет Бай» за такой сочный и ароматный, красивый букет. Спасибо, что пригласили меня вместе с вами приготовить вкусную, полезную еду. И мне было приятно провести время с такими интересными людьми. Живите здорово, питайтесь здорово. Кухня жизни!